почему ты не занимался спортом почему ты не перекачал жир в мышце нужно ли заниматься спортом почему ты против спорта друзья всем добрый день рад вас всех приветствовать сегодня я продолжу отвечать на ваши вопросы которые вы оставили под роликом где я рассказывал как мне удалось похудеть со 100 до 75 килограмм если вы вдруг не смотрели этот ролик настоятельно вам это рекомендую сделать все ссылочки на него будут в описании также рекомендую вам посмотреть первую часть с ответами на вопросы мне я подробно рассказал сколько у меня заняло времени на то чтобы похудеть и с какой скоростью меня уходил вес сегодня мы с вами будем разговаривать о спорте о спорте во время похудения под спортом я подразумеваю не профессиональный спорт тот спорт которым человек занимается чисто потому что ему нравится для себя чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме очень популярный вопрос от не очень внимательных зрителей занимался ли я спортом ходил я тренажерный зал в тот момент когда я худел ребят в ролике я про это говорил спортом я не занимался тренажерный зала я не ходил единственное что я делал это небольшую зарядочку по утрам это когда на это были силы буквально пять минут там отжимания пресс приседания просто по минимуму в прямом смысле буквально пять минут даже может быть меньше и делал я и не всегда еще раз повторюсь когда у меня на это хватало сил так скажем еще один довольно популярный вопрос уже от более внимательных зрителей но тут к сожалению люди меня немножечко неправильно поняли люди спрашивают почему ты против спорта честно говоря я не понял где вы услышали что я против спорта ребят я не против спорта я за спорт руками и ногами но в своем ролике я говорил что похудеть можно и без спорта то есть для того чтобы похудеть спортом заниматься не обязательно не обязательно ходить в тренажерный зал похудеть можно только за счет питания то есть если вы правильно настроите свое питание вы похудеете и без спорт зала следующий довольно популярный вопрос почему ты не занимался спортом ребят люди не занимаются спортом по нескольким причинам но первое это банально лень до человек просто не хочет ходить спортзал ему лень второе это у человека есть какие-то противопоказания от врача он не может заниматься какими видами там спорта. И третье, это банальная нехватка времени. Вот здесь было очень много комментариев по этому поводу, что у любого человека на самом деле есть время на спортзал, то есть время всегда можно найти. Я вот здесь прям очень сильно поспорил с людьми, которые это пишут, потому что вы смотрите на все через свою какую-то призму, то есть если у вас есть время, вы считаете, что оно есть у всех. Безусловно, если человек приходит с работы и вечером смотрит по 4-5 серий любимого сериальчика или по 3-4 часа играет в танки, у него есть время на спортзал, и тут уже это просто лень, да, либо какие-то у него там другие свои отмазки. Но так далеко не у всех. И сейчас я вам расскажу, как было у меня, то есть покажу на собственном примере. В тот момент, когда я худел, я работал в соседнем городе, работал вахтой, 15 смен по 12 часов. Каждый день из дома ездил на работу, до работы добираться около часа. Работали мы небольшой бригадой, занимались сборкой металлоконструкции, ну кто в теме, если конкретно интересно, мы собирали и варили ортотропные плиты для мостов. Подъем у меня был в полшестого утра, в 6 завтракал, бегом на автобус, час до работы, с 8 начинался рабочий день, заканчивали в 8, но заканчивали мы немного раньше, чтобы успеть там сходить на баню, чтобы к 8 уже прийти на проходную и на автобус и быстрее доехать до дома. В 9 я заходил домой. Работали мы на сделке, работы было много и мы были заинтересованы, как можно больше работать. Поэтому мы не просиживались, мы именно работали. Сама по себе работа, понятно, не самая, может быть, тяжелая в мире, да, не уголь в шахтах копать, ну и не самая легкая. Ты целый день ворочаешь железки, работаешь болгаркой, там машешь кувалды, сварка, газ, грязь, пыль. За смену реально устаешь. Ну кто работает по 12 часов, да, знает, как устаешь вообще за 12 часов, а здесь получается, ты работаешь в вахту, 15 смен, за эту вахту у нас был один выходной. Так вот, получается, я вставал в полшестого и приезжал домой в 9. Не знаю, начиная с третьей смены приезжаешь домой и уже только бы голову до подушки донести, о каком там спорте вообще может быть речь. Ну, конкретно я для себя не видел такой возможности. У меня чисто физически сил не хватало. Я понимаю, что найдутся сейчас ребята там, которые, не знаю, там в шахте работают по 15 часов каждый день без выходных, еще и в спортзал ходят. Ребят, ну, я искренне за вас рад, без всякого сарказма. Ну, вы молодцы, что у вас такое классное здоровье. У меня такого здоровья нет. Я себе такое позволить не могу. Чисто физически я бы это все не вытянул. Между вахтами, разумеется, у меня были выходные. Обычно это тоже было около двух недель. Иногда это была неделя, иногда это могло быть три дня. И, в общем-то, я не стал забивать себе голову. И вот это время я ничем не занимался, не ходил ни в спортзал, не видел в этом смысла. Получились бы такие рваные тренировки. Неделю занимаешься, потом две недели не занимаешься. В общем-то, я решил, что не стоит так делать. Единственное, как я уже до этого ранее сказал, я делал по утрам небольшую зарядочку. То есть, если я был на выходных, когда эта зарядочка была немного подольше, старался не пропускать, если это было в рабочие дни, то тут уже как сил хватало. То есть, если встал вроде более-менее нормально, что-то там сделаешь. Если тяжковато, либо встал чуть позже, то, разумеется, ни о какой зарядке тоже и речи не было. То есть, здесь, я надеюсь, очень я понятно сейчас все объяснил, что время на спортзал есть не у всех. То есть, с таким своим режимом я не мог чисто физически заниматься спортом. Нужно ли заниматься спортом? Ребят, несмотря на то, что я говорю, что спортом заниматься не обязательно, чтобы похудеть, все-таки, если у вас есть такая возможность, то заниматься спортом нужно. И я руками, ногами за спорт. Похудеть можно и без спорта, я еще раз повторяюсь, но со спортом это похудение будет, ну, если так можно выразиться, более качественное. Что происходит, когда вы худеете? У вас организм сжигает не только жиры, ну, вы питаетесь с дефицитом калорий, да, ему, организму нужно откуда-то брать энергию, и он сжигает жиры. Так вот, он не только сжигает жиры, но и сжигает мышцы. Мышцы, это у нас основной потребитель энергии, организм видит, что мышц у вас довольно-таки много, вы ими особо не пользуетесь, и он тоже их активно сжигает. Поэтому, когда вы худеете, у вас сгорает и жир, и мышцы. Если же вы ходите в спортзал, вы тренируетесь, то организм видит, что мышцы у вас довольно-таки так интенсивно задействованы, они тоже у вас будут сгорать, но не так интенсивно. Мышечную массу вы потеряете по минимуму, у вас будет больше уходить жир, и какой-то процент небольшой, но мышца тоже сгорит, ну, это будет по минимуму. И по итогу вашего похудения, ваша физическая форма будет отличаться. То есть, если бы вы худели со спортзалом и без спортзала, в первом случае, если худеть со спортзалом, вы будете выглядеть более атлетично, так сказать. То есть, у вас останется больше мышц. Я по себе это тоже заметил. Да, физически я стал слабее после того, как похудел. Это заметно по моей работе. Где-то там руки стали быстрее забиваться от болгарки, что-то тяжелее мне стало поднимать. Но при этом я стал выносливее. То есть, к концу смены я стал меньше уставать. В силе я потерял, разумеется, но выносливость у меня увеличилась. Еще довольно-таки такой популярный вопрос. И это, на мой взгляд, очень большое заблуждение. Люди пишут, спрашивают, почему ты не перекачал жир в мышце? Ребят, вот это на самом деле прям такое реально большое заблуждение. Нельзя перекачать жир в мышце. Но я не знаю, может быть, есть какие-то индивидуумы, либо есть какие-то там супер тренировки. Но обычно у вас в организме протекает либо один процесс, либо второй. То есть, это либо похудение, либо набор веса. Когда вы худеете, как я вам уже сказал, организм у вас сжигает жиры и сжигает мышцы. Когда вы набираете вес, у вас увеличиваются жировые запасы и увеличивается мышечная масса. Этим и пользуются спортсмены. Они, допустим, бодибилдеры. Они либо на массе, у них питание с высоким профицитом калорий, у них тяжелые тренировки, у них растет мышечная масса и растет количество жира. Но за счет того, что они тренируются активно, то есть, больше все-таки, наверное, растет мышечная масса. И потом у них наступает второй этап. Они именно сушатся на сушке. То есть, опять, у них питание с дефицитом калорий, но за счет правильно подобранного этого питания, за счет правильных тренировок, они максимально сохраняют свою мышечную массу, при этом максимально избавляются от жировых запасов. Но опять же, все равно, когда спортсмены сушатся, мышцы все равно у него горят. Не так, конечно, интенсивно, как у обычного человека, но все равно это происходит. Это разные процессы похудения и набор веса. И такого не бывает, что у вас горит жир, но при этом растут мышцы. То есть, это в организме происходят разные процессы. Разумеется, если вы никогда не ходили в спортзал, придете в спортзал, начнете заниматься, на первоначальном этапе у вас довольно-таки будет сильный прогресс, вы начнете брать более большие веса. К тому же, у вас начнет уходить жир, если вы будете питаться с дефицитом калорий. Ваша мышца будет лучше видно, у вас появится такая рельефность, и за счет этого будет казаться, что вы как бы накачались. Но нет, вы, по сути, сохраните свои мышцы, просто приведете их в тонус и избавитесь от лишнего жира. И за счет этого вы будете выглядеть очень и очень неплохо. Если вы спортом не будете заниматься, конечно, тут ситуация будет похуже, как я об этом ранее говорил. Но именно перекачать жир в мышцы у вас не получится, скорее всего. Я не знаю, может быть, есть какие-то индивидуумы, знают специальные тренировки, еще раз повторюсь, но в основном происходит именно как я вам сейчас объяснял. Спортом, как я уже сказал, если у вас есть возможность заниматься, конечно, надо, но здесь есть некоторые такие свои подводные камни. То есть давайте представим ситуацию. Есть человек с лишним весом, он питается как попало, он употребляет алкоголь, он курит, он никогда раньше не занимался спортом. И вот в одно прекрасное утро он решает все изменить, отказывается от сладкого, пересматривает свое питание, отказывается от сигарет, от алкоголя и идет записывается в спортзал. Если для того, чтобы отказаться от курева, от алкоголя, никаких физических усилий прилагать не надо. Да, это может быть эмоционально, морально не очень легко, но и на физических усилий прилагать для этого не надо. А вот для того, чтобы ходить в спортзал, надо прилагать именно физические усилия. Надо пересмотреть свой график, немножечко свой распорядок поменять, найти время для спортзала. До спортзала надо дойти или доехать, там надо впахивать, да, не зря же вы потратите деньги на абонемент, то есть там надо это все отрабатывать. То есть здесь именно получается, вам нужно прикладывать физические усилия. И когда вот у вас идет вот этот самый первоначальный этап, когда вы только решили поменять свою жизнь, на вас морально это все очень сильно давит, да, вам довольно-таки тяжело, хочется, там, не знаю, курить, хочется выпить, хочется сладенького, тут еще в спортзал надо ехать. Зачастую человек там пропускает со временем одну тренировку, потом вторую, потом отказывается совсем от спортзала и думает, ну раз я уж не могу ходить в спортзал, значит я и не похудею. И идет, покупается пивка и понеслась душа в рай. То есть вот в этом плане спортзал может сыграть с вами злую шутку. На мой взгляд, прямо вот на самом первом этапе спортом заниматься не стоит, если вы раньше никогда этим не занимались. Понятно, если вы бывший спортсмен, либо вы так для себя раньше периодически занимались, вы сами разберетесь, что вам делать, да. Но если вы никогда не занимались до этого спортом, прям бросаться сразу на все не стоит. То есть подождите немного, настройте свое питание, привыкните к своему питанию, сбросьте немного веса, может быть на это уйдет месяц, может быть два. Вы уже почувствуете такой эмоциональный подъем, вы поймете, что у вас получается, что уходит вес. И вот в этот момент уже стоит подключить спорт. Желательно, чтобы это был именно спортзал, да. Можно, конечно, подключить и домашние тренировки, но, на мой взгляд, спортзал будет более эффективный. Опять же, если вы раньше ничем не занимались. То есть вы приходите в спортзал, желательно на первоначальном этапе нанять тренера на пару тренировок, чтобы он вам все показал, как делать, рассказал. И если вы приехали в спортзал, там вы тренировку уже проведете, вы никуда не денетесь. Тут самое сложное – добраться именно от этого спортзала. Если же вы решитесь заниматься дома, тут немного сложнее, в каком плане вы можете там подход отжиманий сделать и потом сесть на диван и плюнуть, и дальше уже ничего не делать. То есть, в принципе, вас как бы ни к чему ничего не обязывает. К тому же, зачастую, даже несмотря на то, что дома нас окружают наши близкие, мы себя немножечко неловко чувствуем, когда пытаемся что-то делать, если у нас еще это не все не очень хорошо получается. И зачастую человек просто не будет это делать в присутствии даже там своей супруги, да, ну или женщины в присутствии к своему мужу. Она просто себя или он будут неловко чувствовать. Поэтому тут все-таки лучше, на мой взгляд, именно спортзал. Что стоит подключать сразу на первоначальном этапе? Так это обязательно начните делать там небольшую зарядочку по утрам, да. Ну, самую простую просто разминочка, если вы можете там отжимания, пресс. Но опять же, не надо себя там загонять, чтобы 30 потов с вас ходило. Просто немножечко, чтобы мышцы немного находились в тонусе. Ну и по возможности, конечно, побольше ходите. Либо вечерком себе организовывайте прогулочки, если у вас есть на это время, либо на работу с работы ходите пешком. Но опять же, если работа там относительно в шаговой доступности, да, и туда можно дойти. И если эта дорога не по трассе где-то, то есть не надо бездумно поступать, да, и рисковать своей жизнью ради этой прогулочки, нет. То есть если до работы реально дойти пешочком где-то по тротуарчику, там может быть час на это потратить, то вот такие вот прогулки будут для вас отличной такой классной тренировкой. У меня к вам будет небольшая просьба. Я решил реанимировать свой второй канал. Хочу создать, так сказать, запасной аэродром. Возможно, кто-то из вас даже на него подписан. Раньше этот канал назывался «Обзоры и отзывы. Все по-честному». Сейчас я его переименовал в «Парамонов плюс». На втором канале я буду опубликовывать ролики, которые, на мой взгляд, по тем или иным причинам не подходят под первый канал. Также буду там опубликовывать разные, так сказать, свои творческие эксперименты. У меня есть некоторые задумки, все это будет публиковаться на втором канале. И также я хочу перемонтировать некоторые ролики с основного канала. У меня есть ролики, которые затрагивают сразу несколько тем. В основном это на автомобильную тематику. Я хочу их разбить на более короткие, чтобы каждый ролик отвечал за одну тему, чтобы человек, если ему что-то интересно, он находил ответ на конкретный вопрос. Все ссылки на мой второй канал, на мою группу ВКонтакте и на мой Инстаграм будут в описании. Кому интересно или кто просто хочет меня поддержать, переходите, подписывайтесь. Этим вы мне очень и очень поможете. Я буду за это вам очень и очень благодарен. В следующих роликах я продолжу отвечать на ваши вопросы. Сейчас на канале, наверное, выйдет несколько роликов про Весту. Ну а потом, в любом случае, эту тему мы тоже продолжим. Друзья, большое вам всем спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на второй канал. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok